Привет, меня зовут Лиза. Сегодня я хочу показать вам полярографическую ячейку с классическим ртутным капающим электродом. Но сначала несколько слов о полярографии. Полярография – это метод получения поляризационных кривых с использованием ртутного капающего электрода. Этот метод впервые был предложен Ярославом Гееровским в 1922 году и получил широкое распространение, особенно в аналитической химии. В 1959 году за открытие и развитие полярографического метода Гееровский был удостоен Нобелевской премии по химии. Сущность этого метода состоит в том, что электрохимический процесс происходит на поверхности постоянно обновляемой ртутной капли. Для реализации этого метода я буду использовать стеклянную термостатированную ячейку. Закрепляем ячейку в штативе. Подключаем термостат. Закрепляем электрод сравнения. Я буду использовать выносной хлорсеребряный электрод сравнения, который соединяется с исследуемым раствором капилляром Лугина. Так как я сейчас буду работать с ртутью, кольца обязательно нужно снять, иначе украшение можно испортить. Заливаем исследуемый раствор. Применение донной ртути в качестве вспомогательного электрода требует большого количества ртути, поэтому я буду использовать вспомогательный платиновый электрод. Рабочим электродом является ртутный электрод. Ртутный электрод состоит из очень тонкого капилляра. Этот капилляр резиновой трубкой соединен с вот такой стеклянной грушообразной ячейкой, которая служит резервуаром для ртути. В ртуть опущена стеклянная трубка с платиновым контактом, с помощью которого ртутный электрод присоединяется к соответствующей клемме полярографа. В зависимости от вида исследования применяются капилляры с сильно отличающимися характеристиками. Я использую капилляр, который дает одну каплю весом 3 мг за 3 секунды. В исследуемый раствор вытекает ртуть под действием собственной тяжести. Капля постепенно растет, наконец отрывается от капилляра и падает на дно сосуда. После чего начинается рост новой капли и все повторяется. Достоинством ртутного капающего электрода является идеальное обновление поверхности, энергетическая и геометрическая однородность поверхности, что обеспечивает высокую воспроизводимость результатов. К недостаткам работы с ртутным капающим электродом я бы отнесла то, что необходимо сохранять постоянную частоту капель ртути, обеспечивать работоспособность капилляра, а также пополнять запасы ртути и проводить специальную очистку. В дополнении, применение ртутного капающего электрода ограничивается из-за токсичности ртути. Если у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях. Оставайтесь со мной, продолжайте учить электрохимию и не забывайте подписываться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok